Добрый день, Марина. Добрый день, уважаемые телезрители. Вячеслав Егорович, на территории земель лесного фонда в рамках дальневосточного гектара наибольшее число заявок поступает от республики Саха-Якутия, то есть это больше 5000, но в то же время и наибольшее число отказов, то есть больше 1000. С чем это связано и как это будет урегулироваться? Ну, согласно 119 федерального закона, республика, значит, под руководством Министерства имущественного отношения республики мы участвуем и по раздаче дальневосточных гектаров, гектара, значит, по одному гектару тем людям, которые желают приобрести этот дальневосточный гектар, так который говорится. И будут, как они будут осваивать. Сегодня, значит, как бы идет второй этап подготовки. Мы в основном те заявки, которые к нам поступали от шителей республики на лесной фонд, практически эти вопросы мы решаем. Но есть сложности в этом вопросе, в том плане, что некоторые граждане, заявившиеся, значит, получат гектар по одному гектару, они свои заявления отправляли через МПЦ. И некоторые, значит, не точно написали свои адреса, есть такие граждане, есть, значит, не отвечающие на звонки наши, которые мы после подготовки всех вопросов, или подписанные договоры отправляем, от них своевременно не получаем. Поэтому такие, значит, где-то около тысячи сегодня заявлений, которые мы в полном объеме не получили. А те, которые сегодня поступают, практически по срокам мы решаем, рассматриваем и, значит, стараемся не отказать никому. Сегодня такое, значит, требование ставится перед нами, и мы стараемся все эти вопросы есть. Есть некоторые вопросы по наложению земельных участков, которые тоже можно разрешить только совместными усилиями заявителям. Так, а вот в это число отказов, в том числе и вот эти накладки, да? Да, конечно, накладки тоже есть. Поэтому эти вопросы все прорабатываются. И нам бы хотелось, что те, кто слушает сегодня заявители, они могли, и не получили от нас ответы, или не рассмотрели все через свои электронные почты и так далее, да, могли бы обратиться к нам, чтобы довести до конца их заявление, решить их вопрос. Вот такая работа нашими отделами сегодня специалистами ведется. А вот касательно тех, которые не отвечают, да, то есть, за какой период времени, через какой период времени уже будет отказ? То есть, сколько у человека есть? Через, если мы отправляем заявителя в свои документы, если в течение месяца он не отвечает на, значит, мы вот этого заявителя уже на следующий месяц как бы не рассматриваем. Уже все. Как отказ будет? На совещании при Генпрокуратуре Российской Федерации поднимались вопросы о противодействии незаконного оборота древесины в стране. Насколько острая эта проблема стоит у нас в республике, да, и как ведется работа по противодействию? Ну, мы в этом вопросе совместно с прокуратурой республики, совместно с Министерством внутренних дел республики проводим очень плановую работу. Наши специалисты постоянно участвуют в ведомственной комиссии, проводят совместные рейдовые мероприятия. И в этом плане еще мы используем всех наших инспекторов, которые работают в районах, в ЛУСах. И последние годы мы начали привлекать и общественные инспекторы. У нас таких инспекторов 160 человек, которыми, значит, мы тоже ведем работу. От них получаем информацию. Если есть незаконные такие рубки, выявляются, сразу же проводим проверки и принимаем административные меры. Но надо сказать, что у нас в республике таких массовых нарушений, крупных таких нет. Выявляются некоторые, значит, нарушения незаконной рубки, выявляем, принимаем основные административные меры. Но бывают единичные случаи, можно сказать, единичные случаи угловных дел, нарушения, которые не своевременно подмеляли документы и так далее. Такие случаи у нас есть, но в небольшом количестве. Поэтому у нас территория огромная, вы сами знаете, и инфраструктура не так сильно развита. Поэтому вывозка за территорию республики незаконно вырубленных деревьев, у нас таких случаев практически нет. Это вот что касается вырубки. Насколько мне известно, в Государственной Думе сейчас рассматривается законопроект, который, значит, отнесет сухостой к недревесным лесным ресурсам. То есть, если сейчас граждане, собрав его, должны сообщить об этом, может быть, что-то, какую-то плату внести. Изменит ли ситуация, если при принятии закона, изменится ли ситуация именно с пожарами, может быть, меньше гореть будет? Вы совершенно правильно ставите вопрос. Мы тоже этот вопрос ставили через наше правительство, как предложение от имени нашего правительства. Для того, чтобы вот эти сухостои народу как бы для уборки, захламленности и так далее, для дров использования для себя, как скажем, гражданам, как отопление, так скажем, такое предложение от нас тоже было отправлено. И то, что пока еще это не принято, но, к сожалению, в данный момент каждый гражданин должен получать от нашего лесничества составить договор о купле-продаже. Только в этом случае нарушений не будет, да? Хотя это как бы для нашей республики сухостоя от лесных пожаров очень много. Много каждый год пожара бывает, и таких территорий у нас огромное количество, да? Примерно где-то 500 тысяч гектаров вышло как бы от лесных пожаров. Поэтому мы были бы рады, чтобы такой закон был принят. И для того, чтобы это способствовало естественному восстановлению леса. Она мешает естественному восстановлению леса, но нам дают государственные задания для того, чтобы провести эту работу, уборку, захламленности и так далее. Но у нас силы мало. Поэтому здесь действительно требуется большая работа для проведения вот этих очистительных работ. От захламленности и от сухостоя. Но в пользу, значит, возможности я бы хотел обратиться к населению и главам муниципального образования, на территории которых имеются такие сухостоя именно в своих участках. Граждан частных домах, частных территориях имеются, значит, такие сухостоя, они боятся их срубить. Но на территории муниципального образования, это входит всю территорию не лесного фонда. Поэтому я бы хотел обратиться к главам муниципального образования и населению, что они разрешение глав муниципального образования на своей территории, частной территории, такие уборки проводили. А то она портит вид села, конечно, нашей природы. И, значит, и рядом с дорогами и так далее, тоже такие, значит, которые входят в муниципальные образования, это территория генерального плана поселка, да, они имеют право сами распоряжаться этими сухостоями. Но, к сожалению, наши не пользуются этим правом в многом случае. Вячеслав Егорыч, приближается Новый год, не могу не спросить, то есть, какие штрафы предусмотрены за незаконную вырубку елочек к себе домой? Да, но таких больших нарушений от наших граждан тоже нет. Мы каждый год перед Новым годом проводим большое количество рейдов. Когда начинаются такие рейды? Они уже сейчас идут, рейды по всем нашим лесничествам. Мы начали организовать, значит, продажи елок по всем лесничествам. Если, значит, какие-то лесничества не проводят, значит, продажи елок, значит, они должны подходить лесничеству и получить разрешение на елку, да. Если в случае попадается человек в незаконной вырубке, штраф, административный штраф составляет 5000 рублей. То есть, для того, чтобы получить такую елочку, нужно обратиться в лесничество, оплатить какой-то небольшой взрослый, да? Да, да, да. Вот это, значит, вполне законно будет заготовка, так сказать. Спасибо. В 2018 году в Якутии планируется открытие филиала авиалесохраны, который будет постоянно базироваться, значит, здесь. Насколько это позволит улучшить работу в части борьбы с лесными пожарами? Вот руководство республики постоянно обращалось, значит, в Федеральное агентство лесного хозяйства, во-первых, значит, по вопросам увлечения субвенций на лесное хозяйство, так. Во-вторых, значит, усиление сил и средств для организации тушения лесных пожаров и открытие, значит, филиала Центральной авиабазы Федерального агентства лесного хозяйства, авиалесохраны. Этот вопрос был поставлен и в мае месяце, значит, этого года Егоров Анашевичем Борисовым в нашей главной республике на совещании в Иркутске перед президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. И вопрос сейчас, ну, надо сказать, с мертвой точки уже двинулся, да. В этом, в 2018 году, в начале будет уже формироваться этот филиал, в начальной стадии 25 человек они будут принимать здесь, у нас в Якутске, их будет обучать, снабжаться всеми средствами. Но в основном они будут специализироваться на организации взрывных работ и десантники будут для того, чтобы провести... То есть 25 вакансий будет уже в связи с этим? Да, 25 вакансий будет. А нет, вот на следующей неделе, в конце следующей недели к нам прилетает руководитель Центральной авиабазы Федерального агентства лесного хозяйства Акбердин Виталий Викторович. И там мы будем обсуждать все организационные вопросы правительства. Как будем взаимодействовать с ними, у них есть свое положение, они в основном будут участвовать в основном условиях чрезвычайной ситуации. Это первое. Второе, значит, для того, чтобы каким-то образом не допустить, не упустить ситуацию, мы будем с ними подписывать договор еще дополнительно на 100 человек. Надо сказать, в этом году у нас увеличение субвенции 226 миллионов увеличений. Все в основном это будет отправляться на охрану и защиту лесов от пожаров. И 100 пожарников по нашему оперативному решению, значит, будут привлекаться отрушения лесных пожаров здесь, у нас на территории. Благодарю вас за беседу, Вячеслав Егорович. Нашим телезрителям я напоминаю о том, что у нас в гостях был руководитель Департамента по лесным отношениям Республики Саха-Якутия Вячеслав Попов. Обязательно берегите лес, оставайтесь на нашем канале, мы всегда обсудим все самые важные и интересные темы. Всего доброго, до встречи в эфире.